Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первого соборного послания святого апостола Петра. И сегодня мы будем изучать третью главу этого послания. И здесь две основных темы о мужьях и женах и о сошествии Христа в ад. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову...» То есть имеется в виду «не приняли Евангелие», «чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Здесь имеется в виду, что жена больше проповедует не словами, а самим образом своей жизни. И ее такая проповедь, она более достоверная, чем нежели бы она каждый день на кухне спорила бы с неверующим мужем об истинах вере. Поэтому Петр здесь и пишет, чтобы те из них, то есть из неверующих мужей, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, не это главное у женщины, но сокровенное из сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот почему и сказано, что жены в церкви домолчат. У них есть другие и не менее эффективные средства. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». То есть украшали себя послушанием своим мужьям. Шестой стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». Здесь Петр обращается к христианским женщинам. «Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Дав доставление женам, как им общаться со строптивными неверующими мужьями, апостол Петр теперь обращается к мужьям. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Немощнейший сосуд – это сосуд из тонкого стекла. Вот в те античные времена, первого века, чем более тонкое стекло, тем более ценным считался такой сосуд. И такой сосуд переносили очень бережно, на руках. Иначе, можно сказать, это призыв апостола Петра, первоверховного к мужьям, носить жен на руках. Иначе, если мы не будем обращаться с женами, как с немощнейшим сосудом, с наитончайшими стенками стекла, у нас будут препятствия в молитве. Почему? Потому что, если муж не живет в единстве со своей женой, жена в единстве со своим мужем, то в результате выцаряется хаос. А так как муж и жена вплоть в единую, то это сказывается и на их духовной жизни. Поэтому, не случайно, сказав обо всем этом, Петр делает, казалось бы, неожиданный вывод и заключение, дабы не было вам препятствия в молитвах. И далее апостол Петр здесь говорит о необходимости уклоняться от зла, делая добро. Надо прямо сказать, что христианская нравственность, она более наступательная, чем ветхозаветная. Ветхозаветная праведность учит «Не делай, не делай, не делай, не прелюбодействуй, не укради, не убей» и так далее. А христианская праведность, она не такая пассивная, как ветхозаветная. Она более активная, и каждому соблазну противопоставляет какой-то добродетель. Когда Христа спрашивали, какая наибольшая заповедь, он говорит о любви к Богу и к человеку. Когда его спрашивали, а в чем смысл закона, в то время каждый иудей знал слова Рэбби и Гамалиэля, «Не делай другим того, что ты себе не желаешь в этом закон и пророке». Христос эту пассивную заповедь делает активной. «Делай другим все то, что ты сам себе желаешь в этом закон и пророке». То есть христианская нравственность, она активная и наступательная. И Петр пишет, «Наконец будьте все единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердые, дружелюбные, смиренно мудрые, не воздавайте злом со зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». В посланиях Петра очень много отсылок к речи самого Христа. Мы это уже видели ранее, видим и теперь. Здесь он говорит, что надо благословлять обидчиков, «Не воздавать злом за зло». То есть он это говорит, потому что он слышал Нагорную проповедь. И слова учителя со всеми интонациями, они проникли в его сердце. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». То есть никогда не надо говорить плохо о других людях. «Уклоняйся от зла и», вот это уже как бы христианское ноу-хау, «делай добро». Не просто не убей, а плодись и размножайся. Не просто не прелюбодействуй, а создавай семьи. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». И далее Петр объясняет, почему это важно, особенно при совершении нами нашего апостолата, когда в зоне нашей миссионерской ответственности оказываются наши соседи домашние. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». То есть, увидев наше добро, наступательное добро, те, которые, может быть, недоброжелательно относятся к нашей вере, они изменят отношение к нам самим. «А если вдруг страдания коснутся нас, сказано, страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших! Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему пованию дать ответ скротостью и благоговением». А кто требует от нас отчета нашему пованию? Гонители, язычники, гонители, еретики, и мы не отвечаем им ударом на удар. Мы не отвечаем им проклятием на проклятие. Мы не противимся злу. Мы благословляем проклинающих нас. Молимся за обижающих нас. Мы любим врагов своих. Поэтому те крикуны, которых немало, к сожалению, в нашей церкви, которые предлагают развязывать там крестовые походы против неоязычества, сектанства, и именно с позиции силы решать эту проблему, они очень далеко отстоят от апостольской веры, ибо здесь мы с вами прочитали, что мы должны дать отчет в нашем уповании, то есть в наших вероубеждениях, с кротостью и благоговением. Каким благоговением? Любой человек, он причастен к образу Божию, с благоговением перед священным даром человеческой жизни, не смотреть на него как на еретика или как на язычника, а уметь отделить от человека его заблуждение. Можно ненавидеть грех, но нельзя ненавидеть грешника. Можно ненавидеть ересь, но нельзя ненавидеть еретика. В слове о проклятии святитель Азалтауст выразил эту мысль словами, еретические догматы мы проклинаем, испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и добрыми делами стараемся обратить их ко Христу. Святые отцы запрещали гнать насильством еретиков, убивать их, преследовать, мучить их за вероубеждения их. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постажены порицающие ваше доброе житие во Христе. Не сможет иметь добрую совесть тот, который дышит яростью и неприязнью на других людей, другой нации, другой веры. Святитель Азалтауст в слове о статуях пишет о еретиках и православных, точнее, о православных в их неправильном взаимоотношении с еретиками. И не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который посылает нам одни и те же законы. Не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчеловечие и сатанинское бесчувствие. И далее апостол Петр касается очень важной темы о схождении Христа в ад. «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, то есть в аду, сойдя, сойдя душею в ад, человеческой душею в ад, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Давайте посмотрим, что святые отцы пишут об этом схождении Христа в ад. Климент Александрийский в своих заметках на кафолическое послание пишет «Бог так благ, что даже через проповедь спасения осуществляет воздействие». То есть его слово меняет людей, уже находящихся в аду. то есть его благость не ограничивается только этой земной жизни. Он сходит в ад для того, чтобы облистать его сиянием божества. Блаженный Августин пишет, это его послание 164, «Вопрос, который ты мне задал в связи с посланием апостола Петра, обычно вызывает у нас затруднения, и потому нас волнует вопрос, когда умер Господь и в аду проповедал заключенным в темнице духом, удостоились ли этого блага только те, которые были неверными во время строительства Ковчега? Ведь со времен Ноя до времени страдания Христова умерло так много тысяч человек, которые могли оказаться в аду, которые в состоянии того же невежества во тьме, словно в темнице, заключены без пользы для себя, созерцая, как во всем мире созидается церковь, а судный день близится, словно потоп, во время которого погибли все неверные. Христос спустился в ад для утешения добрых или для увещевания и тех, и других, так что одни во спасение себе веруют, а другие в наказание себе не веруют». Обозначив эту проблему, Августин находит и решение для этих вопросов, которые он обозначил. Прежде всего, западные отцы церкви настаивали на том, что Христос сходит человеческой душею в ад к ветхозаветным праведным, которые ожидали пришествия Христова. Но восточные отцы спорят с ними. Они говорят, «Так сказано же, что он сошел в ад к непокорным». Значит, Христос, сходя в ад, дает шанс и ветхозаветным праведным, и тем, которые погибли в своем нечестии, потому что никогда не слышали Слово Божие, он дает им шанс ответить согласием или несогласием на евангельский призыв. И беда достопочтенной в трактате о семи кафолических посланиях пишет, «И что только немногие, то есть восемь душ спаслись от воды, когда погибал мир, он отмечает потому, что число избранных гораздо меньше по сравнению с числом погибающих иудеев, еретиков и лжеверующих. Потому и сказано о тесных вратах и узком пути, ведущих в жизнь и немногие находят их». Здесь позиция та, что большинство сходили в ад без ожидания Христа и ничто не могло их утешить. И здесь говорится о том, что для таковых схождение Христа в ад усилило их вину. Потому что здесь они узнали, что каждое преступление, которое они совершали, это не какая-то частность, это преступление против Бога, против его заповедей. Но златоуст восклицает, что ад опустел. И в пасхальной службе мы слышим о том, как были разрушены верия древние, эти замки, механизмы адских врат, которые удерживали там души, находившихся в нем. Ибо Христос, победитель смерти и ада, смертью смерть попрал, и сущим в огробях живот даровал. Но в то же время мы видим, что на лоне Авраама, а и Авраам, и другие ветхозаветные праведные шли в ад. там Лазарь утешался, а богач мучился в аде. Как можно утешаться в аде, если и Авраам, и Лазарь, и богач, который был в пламени, пребывали в аде? Ответ прост. Авраам говорит, между нами и вами великая пропасть. В чем же утешение? Они знали, что это их страдание временное, что Христос придет за их душами, а блестает ад сияния божества. И великая пропасть между Лоном Авраамовым и Гиеной Огненной – это пропасть между теми, которые умерли в надежде на милосердие Христа, и теми, которые так и не обрели света надежды ни в этой жизни, ни в той будущей. И апостол Павел делает вывод, он рассуждает очень интересно, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Это перекликается с тем, что здесь пишет апостол Петр. для нас очень важно осознать, что Христос воскрес после схождения в ад. Значит, Он воскрес и ради тех людей, которые были в аде. Ибо воскресение Его есть оправдание наше. И Петр делает вывод, которым оканчивается эта глава, так и нас ныне подобное сему образу крещения, то есть как мир водяное потонул в водах потопа, наша прошлая греховная жизнь тонет в водах крещения, ни плотской нечистоты омытия есть крещение, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Вот почему Павел пишет, что если Христос не воскрес, вера наша тщетна, а Петр здесь настаивает, что спасение имеет источником не только страдания Христа на кресте и его физическую смерть, но и чудо его воскресения. который взойдя на небо по сути дела из ада пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти и силы. И удивительное песнопение «Во гробе плотске в аде же с душею якоб ох». И еще песнопение «Аше и во гроб снишел еси бессмертни, но адову разрушил еси силу». Итак, это удивительная глава свидетельства о том, что Христос силен сойти и в ад твоей и моей души. Ведь о Христе сказано, что Он всегда и во веки тот же. И исторический Христос, который сходил реально в ад, Он силен сегодня и сейчас сойти в ад наших душ и облистать сиянием Божества, даровав нам надежду на вечную жизнь в Боге и с Богом. Продолжение следует...